Массовые аресты и вооруженные люди возле админздания в оккупированном Луганске. Там продолжаются разборки между главарями так называемой ЛНР. Все началось после увольнения так называемого главы МВД Самопровозглашенной Республики. Игорь Корнета, все подробности в материале. В оккупированном Луганске массовые аресты задерживают работников прокуратуры так называемой ЛНР. Под стражей оказались 20 человек. По данным российских СМИ, их свозят в здание Народного Совета Фейковой Республики. Его захватили силы местного министерства внутренних дел. Также они штурмовали здание Генеральной прокуратуры ЛНР. А центр оккупированного Луганска заблокировали неизвестные вооруженные люди в камуфляже. Автоматчики никого не подпускают к админзданиям. В городе отключали мобильную связь и телевещание. Причина – конфликт между главарем ЛНР Игорем Плотницким и министром внутренних дел самопровозглашенной республики Игорем Корнетом. Плотницкий уволил его. Однако Корнет уходить в отставку не намерен. В город завезли много военной техники. Глава украинского МИДа Павел Климкин провел переговоры с партнерами из ОБСЕ и ЕС. Он утверждает, этот конфликт доказывает, что именно Россия влияет на боевиков. Это не только внутренние разборки там, между этими бандами, которые есть. Это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это, кстати, очень четко доводит, что именно Россия там всем рулит. И это еще один аргумент для международного спецслужбства. Но, конечно, мы выражаем, что может быть и провокация, и святые обстрелы, и, конечно, загроза громадянскому населению. Из-за обострения конфликта первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приехал в оккупированный Луганск. Наблюдатели подтвердили, что вооруженные люди продолжают блокировать часть города. Кто они у миссии ОБСЕ, данных пока нет.